Старая водонапорная башня и дом начала 20 века. Эти достопримечательности Бобруйска на пересечении улиц Пушкиной и Пролетарской стали сюжетами рисунков юных живописцев. Воспитанники школы искусств имени Доморада запечатлевают виды родного города на холсте и бумаге. Рисуем те здания, которые знаменуют наш город. И именно рисование на пленере, рисование архитектуры этих зданий прививает у детей вот эту любовь к нашей родине. Они знакомятся с историей нашего города. Место здесь колоритное, с исторической изюминкой. Юные художники рисуют знаковые объекты с разных ракурсов. В своей манере техники. Из изобразительных материалов – акварель, карандаши, мелки и уголь. Это здание меня привлекло своей необычностью, своей интересной формой, интересными некоторыми архитектурными штучками. Я в графике больше себя и легко чувствую, чем, например, в живописи, либо в композиции. То есть графика у меня идет намного лучше, чем любые другие предметы. Этот пленер для учащихся третьих и четвертых классов, воспитанников школы искусств – своеобразный экзамен. Педагоги выбирают места с интересной архитектурой и живописными пейзажами. Ченгарская советская социалка и Луковая гора в красках и графике совсем скоро пополнят портфолио начинающих художников. Когда ты рисуешь в помещении, то совсем по-другому. Ты не видишь угол, не видишь перспективу. А когда уже рисуешь именно с натуры, ты можешь представить, ты можешь увидеть, как уходит здание, как уходит перспектива окошки, свет, тень. Вот это вот передаешь. Второй этап «Ленера» состоится в августе. А по его мотивам осенью в городе пройдет выставка. На ней можно будет познакомиться с достопримечательностями Бобруйска, изображенными детской рукой.